Террамобил. Нефтекамск. Янаульская 1А. Телефон 2-36-88. Вот такие листовки попали в почтовые ящики гаража на минувшей неделе. Авторы послания призывают нефтекамцев срочно провести поверку приборов учета водоснабжения. Доводим до вашего сведения, что приборы учета, установленные у вас дома, нуждаются в метрологической поверке. Оставить заявку по проведению данных работ вы можете по указанному телефону. На вид стандартная листовка от управляющей компании. По факту же, весьма сомнительное сообщение от неизвестных лиц. Указанная Единая городская служба учета водоснабжения неизвестна ни одной управляющей компании города. Так что их деятельность, мягко говоря, подвергается сомнению. Поверкой могут заниматься только аккредитованные организации, которые имеют лицензию на данный вид работы. Поэтому деятельность данной службы сомнительна. В попытках выяснить, что же из себя представляет компания, указанная в листовках, мы позвонили по указанному в ней телефону. Представили с рядовыми горожанами, которые хотят провести поверку приборов учета. Поверка на данный момент проходит в лаборатории со снятием прибора. Для этого вам потребуется демонтировать счетчик, то есть нанимать мастера, привести счетчик в лабораторию в будний день, в первой половине дня. На Ленина, 24. Обратите внимание, какой адрес называет девушка на том конце провода. Ленина, 24. Якобы там находится лаборатория по сервисному обслуживанию приборов учета. По факту же это обычный жилой дом. Его жители и не подозревают ни о какой лаборатории, которая будто бы находится в их доме. Скажите, пожалуйста, а вот вы видели и слышали, что здесь лаборатория какая-то? Нет, ни разу не слышала. Никаких лабораторий? Нет, я не знаю, я не слышала. Лично я не слышала. Только обычный дом и все, да? Вроде как, да. Меж тем, сомнительная компания уже успела провести замену нескольких приборов учетов в квартирах слишком доверчивых горожан. На руках у своих заказчиков исполнителя оставили следующие документы. Договор оказания услуг, паспорт на установленный прибор и акт осмотра внутренних сетей водоснабжения. Ни одна из перечисленных бумаг не выдержала критики управляющей компании. От городской сервисной службы это не является актом допуска. То есть для нас этот акт не имеет никакой силы. Мы по данному документу, если его можно так назвать, не можем завести информацию в базу данных и производить начисления за коммунальную услугу. Получается, что в городе попросту орудуют мошенники, которые пользуются незнанием людей и собирают деньги, причем немалые. Только за смену одного прибора они берут 3000 рублей, в то время как у обслуживающей компании эта услуга стоит в три раза дешевле. Интересно, что в городе работает не одна сомнительная организация, готовая сменить счетчики. Это касается приборов учета водоснабжения, газоснабжения и даже электроснабжения. Специалисты выход из данной ситуации видят только один. Если пришли к вам домой и предложили установить счетчик, мы предлагаем действовать в рамках правового поля. То есть взять квитанцию по оплате за электроэнергию или воду, позвонить по номеру, который указан в квитанции, и задать вопрос, кто имеет право произвести замену того или иного счетчика. В ответ вы получите полную подробную информацию о всех аккредитованных компаниях, которые имеют на это полное юридическое право. Доверять первому встречному не стоит, наверное, да? Доверять первому встречному – это потенциально, наверное, заведомо даже плохая ситуация. Вывод напрашивается один. Нефтекамцам следует быть внимательными в отношении сомнительных организаций, а перед сменой или поверкой приборов учета необходимо обратиться в управляющую компанию с просьбой разъяснить, что и как необходимо сделать. Лариса Миронова, Лешат Исламов, информационная программа «Время новостей».